Субтитры делал DimaTorzok Мы обмениваемся сообщениями вконтакте, в чатах, и новость расходится очень-очень быстро. Жители сразу начали жаловаться и писать на портал Добродел. В минувший понедельник депутаты прямо на месте провели совещание с региональным оператором, представителями подольского лесничества и администрации сельского поселения Булатниковское. Был определен перечень работ, после чего в течение двух дней весь мусор вывезли. Спасибо большое оператору, который перевозил. Двое суток занимался тем, что возил отсюда порядка 20 машин. Но это действительно большой объем. Это все загрузить, вычистить, почистить после этого хлам. Контролировали всю эту ситуацию. За два дня вывезли. Сегодня сделаем отвалы, чтобы сюда не попадали машины. Стихийную свалку хоть и ликвидировали довольно быстро, но удушливый запах стоит здесь до сих пор. Остался запах, который даже не то что запах, а даже глаза режет на сегодняшний день после уборки двухдневной. Поэтому необходимо привлечь какие-то службы санпредстанции, сделать замеры. Ну и способствовать как-то прекращению завоза нелегальных отходов на данную территорию. Для поимки правонарушителей и привлечения их к ответственности было принято решение установить здесь видеоловушки. Впрочем, выяснить, кто устроил в лесополосе стихийную свалку, очень проблематично. Очевидно, одно такое количество мусора явно привезли из какой-то сортировочной станции. Там был очищен он от металла, от дерева, от картонной бумаги. Все, что не ликвид остался. Этот мусор был вывезен к нам на территорию и здесь сброшен. Едва успели убрать этот мусор, как появилась еще одна стихийная свалка неподалеку. На этот раз в районе эстакады около Симферопольского шоссе. Сегодня ночью около деревни Боброво появилось еще 10 свежих мусорных куч. Запах стоит такой, что впору надевать респиратор или противогаз. Внешне мусор очень похож на тот, что был в лесу. Не исключено, что действовали те же нарушители. Территория эта не муниципальная, принадлежит группе компаний ПИК. Поэтому и ликвидировать свалку, по-видимому, придется им. По строгим контролям администрации и местного лесничества. Екатерина Борисова, Александр Буйников, Ольга Садовская, Видное ТВ.